Я купил его за 30 тысяч. Инвентарь Тиктака стоит, если у тебя девушка. Всем привет, я кент, а пока на проводе, и это новая рубрика под названием «Сколько стоит инвентарь?». В эту рубрику я, ребята, буду приглашать различных крутых гостей и спрашивать, сколько же стоит их инвентарь. Также буду брать у них мини-интервью, в общем, будет весело. Если вы хотите продолжение данной замечательной рубрики, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, мы начинаем. Всем привет, ребята, кент, а пока на проводе, и сегодня мы узнаем, сколько же стоит инвентарь Тиктака. Ребят, всем привет. Так, Александр, подходите поближе и показывайте ваши дорогие скины. Я уже вижу USP Genesis, довольно-таки солидно. Расскажите, откуда, откуда ты его взял? Итак, начнем с USP Genesis. Этот USP Genesis я купил, вот как ты думаешь, за сколько? Вот сколько он сейчас стоит? Он стоит примерно 5-6к. Да, да, да. Ну да, 5-6к. Я купил его за 30 тысяч. За сколько? За 30 тысяч я купил его за 30 тысяч. Ты сумасшедший, ты просто сумасшедший. За 30к. Я, по-моему, как только он вышел, спустя несколько дней его купил, и тогда он стоил 30 тысяч. Я его купил на стриме. Я в шоке. АКР Трэшер Хантер! Да, ну не просто АКР Трэшер Хантер, он статрековский. Вот у него очень интересная история, очень интересная история. Я запускал отдельный стрим, где я хотел его купить. И прикол в том, что я открывал кейсы на этом стриме, и уже был готов его купить. И мне из кейса, из кейса выпал этот же самый статрековский стрим. Да ну! Это 5к голды выпало! На халяву 5к голды! И прикол в том, что это случилось за 5 минут до того, как я уже хотел купить. То есть я уже открывал последний кейс, хотел уже переходить покупать Трэшер Хантер статрек, и он мне выпадает. Так, ну что же, а теперь самое интересное, это Керамбит Голд. Давай, не стесняйся, давай показывай. Показывай этого малыша. Вот этот Керамбит Голд. Я 20к купил его, на тот момент он столько стоит. Я тоже купил за 20к, кстати. Вот, вот, да. Я его купил тоже на стриме, и мне его слили по закупке, помню, за 20к. Но на тот момент он вроде стоил, просто стоил 25к. То есть мне по закупке его за 20к слили. Вот такая история. Так, убивай меня, и я дальше покажу тебе АВМ Спорт В2. Также, еще есть такой миф, что у тебя 2 Керамбита Голд. Это правда? Да, на самом деле у меня до недавнего времени было 2 Керамбита Голд. Офигеть. Я второй Керамбит Голд продал за 40к недавно. Ой-ой-ой, вот это ты мажор. Ребятки, я напоминаю то, что в конце этого видео вы узнаете, сколько же стоит инвентарь Тиктака. Также я вам покажу полностью все скины. Так, а это АВМ Спорт В2. Блин. АВМ Спорт В2, да, можно. Можешь даже больше. Ага, ага. Рубрика «Ответы на вопросы». Почему ты решил стать ютубером? И давай будем с тобой играть и отвечать на эти вопросы. Ютубером, ютубером почему я решил стать? Ну, вообще, я не знаю, оно как-то спонтанно получилось. То есть, я как бы просто сидел, у меня была своя группа. И я для этой группы, для этой группы решил по приколу снять видео, типа, с пасхалками. Подожди, это группа по Блэкстрайку, да? Давай уточним. Группа по Блэкстрайку, там где сейчас 70к. Да, да, да. Я решил просто для нее снять пасхалки. И решил это оформить, как будто я ютубер. Ну, по приколу просто. И людям очень сильно понравилось. И люди начали смотреть, подписываться. Я не ожидал такого, как бы, поворота. Не ожидал такой отдачи. И потом, после этого видео, спустя несколько дней, я уже снял второе видео. И так пошло-поехало. И я начал снимать на ютубе. Так, ну что же, вопрос номер два. Это, наверное, самый популярный вопрос на твоем канале. Почему именно Тик-Так? Я лежал на постели. Как бы, лежал на постели. И просто, не знаю, просто в голову пришло это название. Я сразу назвал его. Блин, слушай, очень круто. Я думал, ты обожрался Тик-Така. Отравился. Вообще, вообще-то, многие говорят, что это именно с этим связано. Может быть, да, как-то у меня что-то подсознательно было. Что я, типа, там, не знаю, недавно Тик-Так пушил. И поэтому оно у меня придумывалось именно так. Но оно просто, знаешь, оно как-то... Бывает такое, знаешь, мысли в голову сами летят. Да, да, да. Вот так оно само и придумалось. Слушай, а кого ты с ютуберов вообще смотришь? Именно по стендоффу. А, именно по стендоффу? Ну, именно... Как понять, смотрю? Я именно вот конкретно, чтобы сидеть смотреть, такого нету. Но я именно... В смысле? Ну, дядь? Ну, скажите, если ты меня смотришь одного. Хорошо. Да, дядь, это шутка была. Ой, блин. Кого с ютуберов по стендоффу 2 ты смотришь? Ну, как бы смотри, чтобы прям сидеть конкретно смотреть, такого нету. Вообще, ну, конечно, твой канал в основном. О, ну, это самое главное. Дальше можно и рассказывать. Да, да, да. Ну, второй канал Завелий наблюдаю. Мне нравится его контент. Он очень хорошо снимает и... Хэштег Велик. Да, да, да. Готовится к роликам. Мне нравится, как бы, ну, как бы... Его подход. Да, его подход, он, как бы, ответственно подходит к работе, вот. Ну, и, в принципе, как бы, из ютуберов пару раз проказник, насчет проказника смотрел, что там он снимает, и все, больше ничего. А, волгей, смотрите? Саня, такой еще вопросик. Немножко личного характера, но всем интересно. Есть ли у тебя девушка? Я так и знал, что ты спросишь этот вопрос. Ну, как бы, я особо рассказывать не люблю про личную жизнь, но, да, есть. Окей. Так, ну, окей, ладно, личное это личное, на то оно... Блин. Это личное, на то оно личное, хотел сказать, это я дебил. Также, всем интересно, ты же долгое время, как и я, снимал Блок Страйк. Почему же ты начал снимать Стэндов 2? Расскажи эту историю. Ох, это специально, наверное, чтобы я, знаешь, рассказал, превысил тебя, ну ладно. Да, да, я, ребят, тоже, если в этой истории, тоже, ну, так, немаловажную роль играю. Вот, ну, сидели мы с Кентэпука, то есть с тобой, да? Да, да, да. Разговаривали в Дискорде как-то. И тут мне Кентэпука говорит такой, тик-так, давай с тобой попробуем, зайдем в Стэндов. Есть такая игра Стэндов офигенная, попробуем поиграть. Я такой говорю, да нет, да ну, не надо, зачем она нам? Он такой, да давай попробуем, давай-давай. Я говорю, да ну, какое-нибудь говно очередное будет. Он такой, давай-давай-давай. В общем, заставил меня зайти в Стэндов. В итоге, спустя пару дней, я уже боготворил эту игру, обожал ее. Мы играли с Кентом каждый день и начали уже снимать видео. То есть, по факту, Кентэпука перетащил меня в Стэндов. Да, да, это правда. За что ему огромное спасибо. Так, ну что же, спасибо тебе за интервью. А прямо сейчас мы рассмотрим твой инвентарь более детально. И черт возьми, узнаем, сколько же он все-таки стоит голды. Честно говоря, ребята, вы будете в шоке. Буквально недавно, Тик-Так мне скинул скрины своего инвентаря. Я, ребята, посчитал совершенно все его скины. Просуммировал, потратил полчаса времени и узнал, сколько стоит его инвентарь. Давайте для начала рассмотрим, какие же у него есть скины. То есть, мы видим уже два ножа. Видим АКР, Трэшер Хантер, Статрек, про который он рассказывал. Дальше мы видим АВМ Спорт В2. Видим кучу разных статреков. Кучу разных дорогих скинов. Легендарки, Арканы. Все как положено. Листаем, листаем дальше. И вот это, ребята, вот именно вот это полностью весь инвентарь Тик-Така. Вот как вы думаете, сколько он стоит? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И буквально через 5 секунд будет правильный ответ. Ну что же, прямо сейчас вы, ребята, узнаете, сколько же стоит инвентарь Тик-Така. Вот эти цифры. Я, ребята, потратил реально много времени. Я запарился, все пересчитал. И ответ на данное решение, сколько стоит инвентарь Тик-Така, будет таким. Инвентарь Тик-Така стоит 118876. И, честно говоря, это охренеть как много. Это реально очень много. И это очень дорогой инвентарь. Так что, ребятки, кому была интересна данная рубрика, обязательно поставьте лайк. Обязательно напишите любой хороший комментарий. Подпишитесь на мой канал. И самое главное, напишите, чей инвентарь проверить следующим. С вами был Кент АПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока.